Стробизм или косоглазие означает несоосность глазных яблок. Есть много разных видов стробизма. Если глаза пересекаются, это называется эзотропией. Если глаза расходятся, это называется экзотропией. В некоторых случаях один глаз может быть повернут выше, чем другой. При этом в глазу, который смотрит вверх, обнаруживается гипертропия. А в глазу, который смотрит вниз, гипотропия. Это состояние может быть периодическим, постоянным или поочередно наблюдаться то на одном, то на втором глазу. Стробизм бывает разной степени, от малой до большой, в зависимости от величины расхождения между глазами. Стробизм поражает взрослых и детей по-разному. У детей симптомы стробизма обычно незначительные. Родители замечают, что дети наклоняют голову на одну сторону, чтобы лучше видеть. Или закрывают тот глаз, который имеет отклонение. Симптомы стробизма у взрослых могут быть более серьезными. Люди с астробизмом теряют бинокулярное зрение, что приводит к двоению и потере чувства восприятия глубины. В результате могут появляться головные боли или напряжение в глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова